друзья всем привет сегодня хочу поговорить о стрессе суккулентов но не о том стрессе которым я рассказывал примерно год назад это воздействие положительного и отрицательного стресса на растение как они меняют цветовые оттенки на эту тему у меня есть видео кому интересно посмотрите я сегодня хочу рассказать о том как изменяются суккуленты и как они отвечают на воздействие стресса здесь пойдет речь не об окрасе суккулентов вообще давайте разберемся что такое стресс ну по всем психологическим понятиям стресс это реакция организма возникающая в ответ на действие каков-то раздражителя независимо от того какой несет в себе заряд этот раздражитель отрицательный и и либо положительный и вот в связи с этим есть и такие симптомы стресса они это все относится к человеку но мне кажется это можно применить и к растениям то есть стресс и можно разделить по сферам их проявления вообще различают три сферы проявления стресса это психофизиологический стресс эмоциональный стресс и поведенческий психофизиологические симптомы вот у людей это вот на них мы и наверное остановимся потому что психофизиологические симптомы даже не психофизиологические симптомы у растений потому что руками махать они не могут кричать выступать возникать они тоже не могут и поэтому вот наряду с тем что у человека возникают при стрессе там головные боли повышается артериальное давление хронические заболевания дают о себе знать обостряются эти заболевания мышечные напряжения но и все все такое вот то что относится к человеку у растений же этот стресс проявляется в другом в чем именно давайте сегодня разбираться вот сегодня я буду рассказывать об эхивериях именно об эхивериях потому что сегодня я разбирала свою коллекцию но как разбирала я частично когда поливаю я составляю растения с полки с одной со второй с третьей там какой-то поливаю какой-то пропускаю смотрю по тургор у ну и вот как бы собрала кучу все растения которые по моему мнению наиболее такие замученные не очень хорошо выглядят и вот сегодня я расскажу вам о них это что я думаю почему с ними такое происходит ну вот суккуленты хиверии в частности можно разделить на два типа толстолистные толстокожие и тонколистные толстолистные это агавоидные хиверии вот я выставила специально вам показать агавоидные хиверии вот они очень хорошо борется со всяким всяким родом стрессов то есть на их внешнем виде стресс почти не сказывается ну что можно о них сказать ну да они если их перелить конечно же они также как и все другие растения они сбросят листья листья станут прозрачными это один вариант второй вариант они потеряют окрас и третий вариант они от недостатка освещения просто опустят вниз листья вот вот так это будет выглядеть окрас потерян и листья смотрят туда вот прям совсем я сейчас вот так делаю потому что растение вялое когда растение в тургоре этого делать нельзя потому что лист сразу хребнет и вот у растений от недостатка света опускаются листья вниз вот прям туда туда прям туда туда ну это мне кажется единственная но вот три единственных позиции которые вот так реагируют на стресс это агавоидных хиверий а так вообще они такие всегда пухленькие такие всегда жирненькие но я думаю что вот иммунитет растения конечно же зависит именно от толщины листьев но мне так кажется потому что вот если проводить параллель с тонколистными растениями что с ними случается тонколистные болеют чаще тонколистные чаще ест вредитель тонколистные ну вообще стрессуют по-разному у агавоидных это проявляется в меньшей степени ну вот так вот я вам сейчас приближу покажу это конечно моя красоточка это вообще моя гордость моя вообще прям радость при радость это просто такой невероятный лотос ой просто шикарность это самое лучшее растение в моей коллекции я считаю самое красивое так это вот ибо не тоже красоточка ну эту красоточку конечно им очень тесно вот мексикан джан сидит в семерке но смотрите ему очень тесно конечно я уже от тем отхожу красавчик такой жирненький упитанный но ему тесновато хотя держится вот уже несколько лет держится в этой в этом пластмассовом стаканчике видите там два стаканчика очень тонких пластмассовых вот они при нажатии даже шуршат потому что один в другом и между ними там пустота пересажу я их я им уже пообещала сегодня что я их пересажу этот мексикан джан никого еще пересажу нын хватит пока хватит так это вот тоже толсто листное растение но не сказала бы я что вот это растение это хивери вент она точно так же как и хивери монро оранж подвержена там всяким заболеванием ну вот у этого растения как я считаю стойкий иммунитет вот она у меня уже два года и никаких признаков отклонения от нормы я у него не заметил и вредитель его не любит и столько он переносит перелив не загнивает рука бы не сглазить в общем так этой хивери флоре дети тоже такая красоточка держит цвет от корейцев приехала она вся тыльная сторона листьев у него у нее было вишневая но сейчас вот она такая но все равно мне кажется на прям красота горшок тесный у нее тоже вот ее тоже желательно пересадить но если я их все пересажу то мне часть коллекции придется вообще выбрасывать потому что места нет так а это у меня эхиверия психея то же самое такая на розового цвета похожа на немножечко на 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 таурус но это не таурус у нее вот такие сейчас не знаю заметно нет вот такие узор у нее из налета слегка здесь вот такие вот видно туда она должна быть еще темней но по всей видимости не хватает ей мощности моих ламп так а это эхиверия субалпина но это не агавоидные хиверия это просто как бы она тут попала случайно стояла с краю я не стал убирать а это вяленькая привяленькая вся пахи вере экзотика это тоже конечно не агавоидные но толстолистная кстати иммунитет у этого растения тоже отличный вот она у меня уже года три живет тоже мы с ней прошли огонь воды медные трубы и все с ней хорошо и замечательно но только что вытягивалась вот это уже переукорененная голова год она уже растет вот в этом горшке переукореняла я ее причем у меня есть видео как я и срубала голову и как я ее укореняла это все было наглядно так про гавоидные рассказала сейчас я уберу этот ряд и начну рассказывать дальше ну как мы все знаем основные факторы стресса это освещение полив и перепад температур это основные от основных факторов растения точно так же как от положительных точно так же как так и отрицательных от отрицательных меняют свой внешний вид про это я уже рассказывала повторяюсь какие еще есть факторы побочные которые тоже вызывают стрессу растений это переохлаждение вот перед вами явный пример растения которое подверглась переохлаждению была крупная мощная розетка она стояла возле окна причем окна у меня вот так вот завешено видите вот там где открывается фрамуга вот эта часть она у меня закрыта но все равно воздух попадает потому что в этом году я сделала очень узкую полоску в том году меня было потолще пошире и все равно холодный воздух попадает и вот что произошло с вот этим растением она погибла можно сказать частично но сбросила листья причем сбрасывала по одному какие-то засыхали но вот некоторые она их сбросила но они были живые и вполне жизнеспособные вот несколько листьев которые здесь лежат они вот уже дали деток сейчас я их поливала поэтому они блестят видите они все с детками эти листья причем я их просто я их даже не клала сюда они просто сами отвалились упали и вот все равно оказались жизнеспособными и родили потомство то есть растение всячески стремится выжить и сохранить себя и продлить жизнь через свое потомство причем вот этот цветонос я тоже считаю это растение выдала тоже из-за стресса потому что как известно цветонос это растение не знает что мы его опылять не будем она выпустила цветонос чтобы продлить себе жизнь чтобы оставить потомство то есть цветки зацветут образуются семена если их опылит кто-то либо кисточкой либо хоботком насекомое вот но растение об этом не знает и все равно она выбросила цветонос в надежде на то что вот из этих цветочков потом впоследствии образуется какая-то жизнь но она совсем не умерла что вообще от ловлю свет и ничего нет совсем не умерла то есть макушка это живая ее сейчас можно даже так чикнуть переукоренить и заново посадить но пока не хочу пусть пока будет так посмотрю может быть она из стволов и ствола начнет давать детей что нежелание нет экспериментировать но не экспериментировать а рубить ему голову посмотрю что будет дальше с ним вот такая пока пальмочка причем листопад этот закончился давно уже значительно наверное может быть месяц назад потому что вот мы видим по вот этим листьям что здесь уже детки то есть это детка образовалась не за неделю не за две вот такая детка образуется но за месяц где-то даже за месяца полтора процесс образования детки из листа очень долгий так и вот тоже самое второе растение стояла стояла я сегодня обнаружила думаю но это вообще не надо показывать потому что она хорошая я его взяла и на меня в руках осыпалась то же самое ствол не почернел листья осыпались какие-то несколько прозрачных я выбросила а эти просто положила ну сдохнет сдохнет если через неделю вот эта макушка отлетит то все его можно будет выкинуть если же через неделю это макушка останется то все с ним будет хорошо наверное его надо побрызгать чем-то может быть и пином может быть фитоспорином и пин это иммуностимулятор фитоспорин это от бактериалки от всякой от разной но я ничем его обрабатывать не буду пусть живет на своем иммунитете если ему суждено выжить значит выживет не суждено значит до свидания это было перехлаждение растения от попадания холодного потока воздуха непосредственно на растение а вот это красота да это эхиверия монро оранж вот эта страсть с ней случилось тогда когда я заносила растение но просто другого объяснения я не нахожу скорее всего так это и было случилось это тогда когда я заносила растения в конце октября домой с улицы я уже рассказывал вам но может кто-то помнит как я заносила их стремительно потому что поле полил ледяной дождь прямо на растение я кстати не сразу спохватил и что там идет дождь как бы не слышно было не потом когда обнаружила все розетки уже были в ледяной воде и вот пока я занесла с одной полки с кухонной потом с другой естественно капли я эти сразу не сдувала и вот эти холодные капли по всей видимости до такой степени охладили поверхность листьев что вот случилось такое страшное с растением я сначала когда увидела ну недели две наверно три с ним все было хорошо потом листья начали розоветь думаю обалдеть как он окрашивается под лампами какой становится красивый да даже на улице такой не был вот такие розовые листики стали потом когда я начала поливать я увидела вот эту страшную картину сейчас уже листья отросли я вам его не показывала потому что думала что он вообще погибнет но он не погиб я попыталась вот отодрать черноту с листьев вот отсюда вот отодрать и увидела что чернота это только на кожице растений на кожице листиков что внутри растения весь лист нормальный и гниль это она не идет дальше ну то есть вот переохлаждение было ледяной водой вот именно таким образом вот можно сейчас его отломить вот этот кончик видите там живая ткань могу приблизить вот зеленая живая ткань то есть все нормально с ним ну относительно все нормально то есть загнивание у этой розетки дальше не идет но я думаю что с ним все и будет хорошо постепенно но нарастит вот эти листья себе молодые там уже внутри видно что растут абсолютно здоровые листики абсолютно нормальные без всяких там повреждений точек черных без всякой такой сухой и мокрой гнили то есть все с ним нормально с этим растением но вот такое случилось потому что ледяную воду сразу не сдуло возможно ее я его это растение и просто оставила это вода может быть испарилась может быть там как по стволу стекла но одним словом находилась в розетке очень долго это ледяная вода и вот такое произошло вот так растение отреагировала на такой стресс причем опять хочу сказать что точно так же как вот то растение вы эхиверия мелаку ванта выпустила цветонос в целях сохранить продлить себе жизнь потомством дальнейшем вот это эхиверия мы не знаю как приблизить выпустила вот за это время детеныша вот сидит под юбкой детеныш все лето на улице и никаких детей у него не было в общем точно так же продляет себе жизнь так следующий пример того как ли растение реагирует на стресс но стресс в каком роде вот для этих растений очень редкий полив я думаю от этого вот растение начинает сейчас еще глазами пинцет и растение начинает сбрасывать у него начинают отсыхать листья причем не так как принято у эхиверия и у всех суккулентов отсыхает изначально нижний ярус листьев тот ярус в котором наименьшее количество хлорофилла то есть те листья из которых растение берет себе сок чтобы восполнить жизненные силы а начинают отсыхать вот эти вот листья в центре вот видите причем это вот детки у меня а такое случается и на взрослых растениях то есть если вы у себя где-то на растении обнаружили засухший лист где-то в центре розетки не снизу центра панику не бейте это все нормально не очень это страшно ну значит просто это звоночек тому что вашему растению чего-то не хватает либо воды не хватает возможно закончился запас минеральных веществ может быть его нужно пересадить может быть его нужно подкормить то есть это уже смотрите по своему растению и по своим условиям содержания и вот это вот растение тоже сейчас вот тут это эхиверия ученик час выключу так это эхиверия симуланс варегата ну вот от стресса от того что ей очень мало влаги сейчас поступает она начала окрашиваться красный цвет причем два года этого не было вот в этом году уже начиная с весны это вот начинает проявляться все больше и больше в мире ну возможно грунт у нее уже истощился до такой степени потому что она уже сидит наверно три года в одной емкости и вот так и то есть вот тоже мы здесь видим что лист отсыхает вот сухой сильная отсюда оторвала был корешки ведь там и корней очень много даже на поверхности это говорит о том что очень редкий полив у растения и что растение не хватает влаги и вот второй лист точно также начал засыхать по идее вот если все нормально засохнет не вот этот а вот этот лист засохнет потом вот тут этот засохнет то есть нижний весь ярус постепенно а потом уже начнет засыхать следующий ярус это естественный процесс а вот здесь мы видим что что-то пошло не так ну что не так я уже вам сказала нехватка минеральных веществ для этого растения и очень очень редкий полив но этот лист я пока отрывать не буду потому что он в большей степени еще зеленый и если я его оторву то просто могу причинить вред растению в общем пусть он его она его отсушивает как хочет когда уже совсем засохнет тогда я его уберу вот это символанс прикольная такая тоже это гавойная считается розетка никогда его не жрет вредитель никогда я на нем не видела не мучнистого червеца не какой-то там гнили никакого там очень никакой мучнистой росы и вот-вот-вот всегда она такая хорошенькая я привозила два таких растений недавно девочки купили их и дошли они кстати замечательно зимой чему я очень рада пусть девочки радуются приобретению следующий пример ответа растения на какой-то стресс какой остается только догадываться ну естественно перемена условий вообще мои все цветы все мои суккуленты стрессуют из-за того что они находились на улице в одних условиях потом их резко переместили в другие условия и вот у тех которые у тех растений у которых сильный иммунитет на них это незаметно не сказалось а у тех у которых иммунитет послабее что туда не так вот здесь мы видим небольшую мутацию на листе видите видоизмененный лист вырос это не просто так он вырос а значит что-то ему не понравилось вот это я надеюсь лезет цветонос возможно это и раздвоение макушки кстати раздвоение макушки тоже происходит не просто так а тоже из-за каков-то стресса вот так это эхиверия арбореум атро пурпуреум следующая партия которая на свой стресс отреагировала вот таким образом вот эти шрамы на листьях вот это эхиверия эхиверия фиона который вот эти крапинки это вы видите это она стоит на кухне и наибольший поток жаркие парки и варки наберет на себя то есть это испарение которое седает на налете вид конечно неприглядный но это не страшно вот это вот конечно то что сейчас я делаю вот эти шрамы трогаю это конечно пострашнее чем вот эти крапинки на листьях вот эти шрамы это от перелива то есть фиона это гибрид полидонис а полидонис как известно очень такие растения с иммунитетом никогда практически не загнивают и все их гибриды тоже очень стойкие и вот вот это растение на перелив отреагировала вот таким образом у него лопнули листья это воздействие перелива то есть однозначно хлебнула но лишь к потому что я помню даже этот момент она была прям вялое вялое как тряпочка я ему бухнула прям так конкретно ну и вот она мне тоже выдала конкретно два листа лопнула ну они со временем отомрут эта розетка восстановится все с ним на все с ней будет нормально вот это растение ты хиверия я уже вам про нее рассказывала черная роза это вот она у меня восстанавливается реабилитируется я ее покупала махонькой махонькой невозможно махонькой вытянутая была когда-то приходила партия вытянутых растений и вот наверное с августа или может быть даже с июля вот она у меня растет очень медленно но верно и вот точно так же она отреагировала видите вот листья не как бы в буграх все это тоже вот эти бугры если вот здесь лист сразу лопнул то здесь вот эта водянка образовалась буграми но я думаю на так и останется вот эти страшные листья они так и останутся пока не вырастут новые вот это тоже воздействие водного фактора излишки влаги привели вот к такой красоте в калычках вот еще один пример что может быть от стресса это крестатная хиверия ариэль это двухголовое растение я его привозила из кореи ну может быть тоже не знаю может быть в июне в июле крестатность была вот такая одинаковая полностью что с одной стороны растения что с другой стороны постояв на улице под палящим сумма на естественно мне принялась ну да где-то в июне я привозила месяц она мне принималась потом я ее там пару недель по приучала к солнцу и вот самый такой солнцепек июль август она застала на улице я и выставил естественно и вот она находилась под палящим солнцем температура была ужасная горшки даже взяться за них нельзя было очень горячие были не вот что с ней произошло одна розетка как была крестатная так и есть крестатная а вторая розетка разделилась часть получилась нормальная обычная розетка вот ее впоследствии там не знаю ну может быть там через год через полгода можно будет даже отделить и посадить она будет расти обычной релью вторая часть стала меньше но все равно крестатная то есть вот эта мутация частично исчезла от того что слишком я так думаю тоже было очень много солнца очень ей было жарко и естественно был редкий полив потому что на таком палящем солнце поливать растения очень даже опасно вот это все мне моталась моталась под руками но с этим все нормально с растением вот у него все хорошо вот такой красавчик красавица тоже была ужасно вытянутая я покупала ее в корее летом они вообще все вытянуты приходили но вот за лето она восстановилась нарастила себе красивую макушку такая вообще она невероятная забыла ее название на букву р точно вспоминала вспоминала бесполезно но бирки я наверное никогда в жизни не сделаю ну вот растение стойкая то есть точно так же как агавоидные но у него опять заметьте у него листья как у черного принца такие толстоватые жирненькие мясистые хоть они не к не как у агавоидных прям максимально толстые но и не тонкие то есть структура все равно у него другая вот деточка у него уже вылезла причем деточка не очень варегатная кстати хотя от ствола растет вот может быть тоже признак стресса не знаю не могу сказать может быть потом заварегатится может быть солнце я еще света маловато хотя я стараюсь ее держать практически под лампой ну вот пока так ну нет есть варегатность но не пока не ярко выраженная хочу показать вам свою гриновию нормальные гриновии все уже давно проснулись а моя какая-то ненормальная то есть она из пячки никак не выберется вот она откинула еще наверное в сентябре вот эти листья ряд и так опять замерла то есть она живое она нормальная но все с ним хорошо но вот раскрывать эту голову она не хочет то есть это ее какая-то полу спячка спящая красавица и я уже так подозреваю что возможно она из этой спячки сразу перейдет в стадию гибели то есть возможно у нее там под этими листьями уже назревает цветонос а так как гриновия это монокарпические растения то после цветения она погибнет так и не дав мне потомство но что будет то будет просто интересно наблюдать за этим колобком ну вот за последние наверное две недели колобок чуть-чуть под раскрылся немножко под раскрылся но не сильно а так вообще вот прям он плотный приплотный массивный такой тяжелая розетка масса листьев большая но вот никак не проснется кто знает от чего это случается тоже я думаю от стресса наверное все таки очень жаркое лето для нее было гриновиям все таки не сильно повышенные температуры нужны для нормального развития так как у нас вот у меня сторона солнечное и лето было как я уже сказал очень жаркое возможно вот это с ней произошло то есть до такой степени она уснула снотворного нахлебалась от солнца что вот до сих пор спит следующий пример это эхиверия розы queen вот она это эхиверия амистар что произошло с ними но вот это с ними начало происходить еще на улице то есть сейчас уже как бы процесс заканчивается ну не до конца заканчивается по крайней мере с вот этой розеткой но практически уже закончился то есть что может быть от стресса от стресса эти розетки две розетки были причем единичные одинарные от стресса видимо тоже от переизбытка солнечного света от жары они сначала начали стагнировать то есть прекратили свой рост потом что-то там их в их растительных мозгах переменилась перекрутилась и они потеряли точки роста то есть вот у этого растения из центра розетки вылез цветонос я вставлю фотку каким было это растение из центра вылез цветонос цветонос этот был шикарный причем не один это вот все что уже осталось от этого цветоноса здесь вот был еще один то есть вот такая прям цветущая шапка была из точки роста и по бокам уже от ствола полезли дети и вот эти дети уже выросли с лета то есть сама центральная розетка она уже засохла остался от нее вот этот цветонос вот эта палка это был была сама розетка вот теперь вокруг нее три жирных ребенка одного из которых я ставлю себе два пойдут на продажу потому что треми старом не не нужно вот вот такое с ней случилось не знаю приятность неприятность узнает с растительной точки зрения может быть и приятность размножения там вот какая-то тоже еще не до розеточка тоже не знаю что там у нее внутри вроде и листья вроде не листья но что-то тоже интересное и точно также преобразилась в кавычках вот эта розетка точно так же смотрите у нее со всех сторон полезли дети а . роста потерялась то есть у нее больше в центре нет молодых листьев вот они закончились все что с ней будет дальше ну наверное точно так же как и с этой дети эти будут расти будет со временем вот такой пышный куст из вайлет а из розы queen а центральные листья и вот эти все постепенно засохнут ну вот вот такой стресс и вот так растение отреагировал на этот стресс причем это частое явление когда теряется . роста у растения по какой-то причине но опять здесь причины как я уже сказала видимо очень жаркое содержание летом потом сразу был перепад температур так как они у меня ночевали на улице до октября и у них захватывали они температуры и плюс один и даже 0 и плюс 2 плюс 3 вот как бы это было течение месяца они на себе это испытали ну вот не вынесла душа поэта и разделилась еще пару слов о потере точки роста я покупала наверное в мае или в начале июня в мае где-то наверно будет так покупала две розетки черного принца черный принц есть двух видов вот один черный принц у этого черного принца листья длинные и темные коричневые да но длинные вот у этого черного то есть такая розетка у меня была потом она у меня погибла но вот сейчас я как бы себе еще заново отсажу одну отсадила вернее уже это вот из тех из привозных растений а вот такого принца с круглыми листьями меня не было я купила сразу себе две розетки прям очень мне его хотелось розеточки были пупырки прям пупырки пупырки не знаю сантиметра наверное по два с половиной вот то есть того времени они практически можно сказать не вы нет но выросли естественно но не так уж прям чтоб ах и вот эту розетку я купила одну без точки роста то есть я не знала что она будет без точки роста девушка меня не предупредила и прислала мне такую розетку вот она очень долго стояла без точки роста потом эта точка роста начала активно расти я сначала думал это креста то потом нет эти листики так как-то быстренько разделились сначала росли гребешком как у креста ты потом быстренько разделились по разным сторонам и образовалась там розетка то есть вот сейчас она растет нормально и она сейчас уже становится похоже даже ну вот смотрите две одинаковые розетки растут совершенно были одинаковые посажены в одну емкость стоят под одними лампами и сейчас и на улице находились в одинаковых условиях то есть вот со времени посадки они находятся в одном одних условиях это же темней даже форма листьев у нее загнута вот та которая была без точки роста это обычная розетка обычный черный принц тут которого я хотела это же становится похоже на эхиверию и хок вот притащила и хок смотрите очень очень похоже но вот эти черные принцы это не просто черные принцы а это листья были детки из листа варигатного селлер принца то есть из листа вот этого растения вот silver принц детку я вам показывала я ее покупала не помню когда может быть в августе вот это варигатный варигатная форма одна из варигатных форм черного принца silver принц вот эти дети были из листа вот этого растения то есть как бы варегатность не передалась но какая-то мутация все равно передалась вот такие они получились и вот очень она похожа на их ок прям прям очень похоже я все-таки думаю что наверное и хок это наверное вот эти вот какие-то растения какие-то детки от варегатных принцев потому что я знала что это гибрид черного принца это не чистый черный принц и хок это совершенно другой вид у него более компактная форма более загнутые листья цвет у него немножечко покраснее чем у черного принца ну другая совершенно розетка не знаю в общем буду наблюдать очень интересно наблюдать за растениями когда их несколько вот видите они вот все таки две розетки две детки от мамки от одной от одного листа то есть нового смысле от одной от листьев одной мамки а развитие у них совершенно разные примеров много опять будет долгое видео ну девочки кому уже конечно поздно это говорить ну кому не нравится отключайтесь вот как умеет так и снимаю потому что очень много претензий читаю последнее особенно время под видео под своими что очень долго очень длинно не нравится отключайтесь по-другому не умею все так следующий пример вот такие шрамы это тоже как бы последствия стресса вот какие-то виды растений вот так реагируют на стресс вот сейчас постараюсь приблизить смотрите вот такая страсть получается вот что было не так этому россии причем вот так они себя начали вели вести уже в комнате на улице такого не было то есть вот резкая смена условий потому что на улице ветер на улице совершенно другой климат аэрация вентиляции все такое в комнате у меня конечно этого нет и вот ну вот по вот этой розетки прям видно что она начинала стрессовать вот эти штраф шрама начинали образовываться а потом уже вот которые которые листья последствия наросли но где-то может быть вот месяц полтора вот эти листья уже нормальные растут то есть растение уже адаптировалась приспособилась к настоящим условиям и опять начала выпускать нормальные листья ну что не скажешь вот об этом это кстати долго сопротивлялась я за ним долго наблюдала за этим растением классный такой хиверия не хиверия субриджида это гибрид и хиверия канты такая вот розочка розочка но сейчас эта розочка в ночь вне и вне очень хорошем виде вот перевернула смотрите какие шрамы и никто ее не грыз вот такие шрамы бывают еще от от зубов трипса вот трипс точно так же есть растение точно так же но вот эти растения я прям ручаюсь их никто не ел это от стресса все больше другой а причина не нахожу тоже очень редкий полив она кстати сейчас очень редко поливается вот смотрите прям листья вялые вялые прям даже морщинки видны вот смотрите вот прям как могу приближаю прям морщинки такие конкретные очень вялые растения надо поливать ну во первых боюсь залить потому что проветривание нет хотя и грунт рыхлый но все равно боюсь залить и боюсь что они у меня все-таки дадут в рост вытянуться потому что освещение хотя сильные но все равно на все растения не хватает некоторые стоят на галерке и вот как раз вот на этой галерке стоит вот это растение ему солнца света не хватает от ламп и поэтому я боюсь его перелить этого для того чтобы она не поперла в рост и не вытянулась вот и по всей видимости вот лучше наверное я его поливала может быть тогда не было таких шрамов сразу хочу сказать что нужно сделать чтобы растение прекратила стрессовать я думаю лучшим вариантом здесь будет первое порыхлить почву обязательно второе если растение давно не пересаживалась желательно пересадить если же пересадку вы делать не собираетесь то хотя бы подкормить и ничего страшного что зимой кто-то скажет зимой никто не подкармливает вот в таких случаях подкормка необходимо то есть подкормка она дает но полите пином там по брызгать и пином там иммуностимуляторами можно да но лучше подкормить хотя и пин тоже не помешает но подкормки они очень хорошо вот в таких случаях работают точно такие же шрамы вот на этом пахифитуме красавчик такой был вот произошло вот такое что произошло вот такие тоже шрамы тоже его никто не ел знаю однозначно его никто не ел из всех родителей у меня в этом году были пока только подуры но подуры я уже рассказывал про них они совершенно безвредные по листьям они не скачут не ползают и не грызут подуры растениями не питаются они питаются остатками перегнившей почвы вот вот такие кстати растению меня несколько с такими шрамами это хеверия лапин очень сильно изменилась кстати вот было не знаю листики у нее были вытянуты и сейчас она стала какой-то жирный пузатый ну компактная да такая вся сборочку но листья пузатые и вот такие крапинки вот здесь кстати с тыльной стороны листа тоже есть шрамы а есть просто красные пятна вот такие крапинки сейчас я дальше покажу вот смотрите вот точно такие же крапинки глазом без камеры можно сразу сказать будто там налита кровь то есть вот эти пятна не проступают через налет то есть куда-то исчезает налет и получается вот такие налитые пятна что это такое вот смотрите что это такое даже не знаю но это все от стресса возможно от воздействия лампы вот это растение стоит непосредственно под лампой то есть она такое тянуть и достаточно и ему нужно очень много света хеверия перпл пер и вот последний месяц вот это появилось вот эти пятна точно такие же пятна вот на этой хеверии причем смотрите вот все растения которых я говорю они именно вот фиолетовые тонколистные фиолетовые вот это растение очень сильно стрессовала просто ужасно когда я его перенесла она вообще не росло вот здесь вот эти листики скукожились то есть вот эти мелкие листья вот самые вот самые маленькие в этой розетке они видите даже до сих пор остались такими вот скрюченными загнутыми деформированные полностью видите как какой формы вот они были в центре розетки где-то с месяц стояли торчали и не росли потом не помню что я сделала по моему я поливала их от подур все растения поливала землю с актарой и после этого полива вот эти листья начали расти нормальные after glow очень капризная розетка но стрессовала но ужасно видите вот эти вот кровавые пятна потом образовывались шрамы вот сейчас они покрыты коркой вот очень стресса ну вот это растение ой отпечаток класс вот так вот со всех сторон ну вот сейчас ему более-менее на начали нравиться условия то есть она адаптировалась она привыкла и я его еще подкормлю очень светолюбивое растение очень капризная вот стоит под лампой а листья все равно опущены смотрите это говорит о том что ей мало света вот мало и все и хоть ты тресни не хватает ей света значит ей нужно еще больше освещения но больше у меня нет ну вот эти конечно пятна это сфотографирую и оставлю себе на память есть такая папочка где всякие болячки от своих растений сохраняю вот так вот для памяти вот такие пятна ужасные причем воздействие человека здесь совершенно не было то есть это все растение образовывала сама сначала появлялись вот эти красные пятна по затем они превращались в корку ну вот на нем это больше всего видно хотя вот на этом тоже я кстати вот это растение ну не вот это от зале там растение чуть-чуть брызгала и пином когда увидела вот эту страсть думаю надо чуть-чуть поднять им иммунитет здесь никого не брызгала все друзья казала я вам основную массу растений которые вот так или иначе реагировали на стресс на разного рода стресс вот если у вас что-то есть подобное то сравнивайте с вот этими с моими примерами не пугайтесь это все не страшно вообще это все не страшно самое главное наше с вами здоровье все друзья всем пока пока спасибо за просмотр до новых встреч